Так, Коля, Коля, подбаянчик, подбаянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь! Всем привет! Сегодня суббота, выходной день, я решил покататься. Сезжу на базар, а потом поеду по городу покатаюсь. Ну а у вас есть, если нужно посмотреть, новые места Харькова. Еду по улице Московский проспект. В этом месте еще не реконструирован он, не переделан, не расширена дорога. Ну вот, буквально через 200 метров там полностью переделана дорога. С этого места как раз и переделана дорога. Тут новый асфальт лежит, тут даже шоу есть. А вот тут на углу магазин велосипедов. Магазин Пилигрим, здесь есть и ремонт велосипедов, и сам магазин. Ну сейчас еще рано, просто закрыто. В субботу он открывается с 10 и работает до 19. Еще рано. Здесь, конечно, широкая дорога, и асфальт идеальный. И еще небольшой такой спуск. Так что тут легко можно ехать около 40 километров. Сейчас разгонюсь. 35, 37, 38. Вот 40. Впереди самый опасный перекресток, нерегулируемый. Тут больше всего случается аварий. Машины, когда их много, часы пик, тут такое творится. Едут все по главной дороге. А здесь от второстепенных пытаются проскочить. Ну и часто не успевают. А когда я еду по главной дороге велосипеде, чаще всего мне даже не уступают. Просто едут на перерез. И мне приходится поворачиваться от машин. А тут как раз съезжаю с горки, с моста. И скорость может быть до 60 километров в час. Маленькая достопримечательность. Комплекс называется Французский бульвар. И здесь у нас есть своя Харьковская эльфовая башня. Сейчас подъедем поближе. Горка такая, градусов 30. Ну, а что, легко на нее заедешь. На скорости 1, даже 2. Вот она наша достопримечательность. Стал напротив солнца, чтобы могли бы рассмотреть. Вот такая наша эльфовая башня. Вверху флаг Украины. Но это место интересно тем, что здесь многие пары влюбленные приходят сюда. И здесь делают парни, девушкам предложение выйти замуж. Вот так вот. А вот это вот огромное сердце. И, скорее всего, вечером оно красиво светится. Сейчас сверху посмотрим. И здесь также вот цепляют замочки влюбленные. Делают надписи. Любой. Пусики. Вот замочки тут. Поднимемся вверх. Да, тут, конечно, лифта нету. Но есть такая вот лестница винтовая. О, кто-то уже отмечал здесь. Может, свадьба была вчера у кого-то. А выше не поднимемся. Нету выше. Никаких лестниц. Тут тоже висят замки. Анастасия и Станислав. Посмотрим на сердце сверху. Вот такая красота. Вот такая у нас есть тут достопримечательность. Советую посетить. Особенно вечером, когда все светится. И подсвечиваться здесь всеми лампочками. Красиво будет. Спуск перед следующей достопримечательностью. Это огромный рынок. Все, наверное, его знают. Это рынок Барабашова. Вот он. Рынок Барабашова. Это один из подал. Что-то я вижу сегодня народу мало. Так что, может быть, и мало продавцов. Все-таки вчера был праздничный день. 8 марта. Государственный праздник. Ну, посмотрим. Мне кое-что нужно купить. Когда-то на этом месте, этого рынка, было болото. Ну, вот припринечивые люди сделали здесь рынок. Вот. Но все равно здесь остается сырость. Гладо. Зимой холодно. Потому что влажно. Тут уже очень много велосипедов. Опа. Ну, кто-то скажет, что тут одно дерьмо продают, китайское. Да. То, что люди покупают, то и продают. Если бы покупали все дорогое, то только дорогое бы тут и продавали. Шины, 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 шины всякие. Ну, сегодня шины я не собирался покупать. Потому что возить с собой не хочется. Нужно на весь день много. Вот какая-то цепь. 72-я цепь. 82-я. Купил два тросика. Всего по 5 гривен штука. Вот такие у нас цены здесь в Харькове. Это тросик на переключение скоростей. Ну, да, не нержавейка, конечно, но отличные тросики. Да, сегодня многие магазины, конечно, закрыты. Здравствуйте, раз до вас видеть. Я хочу цепь у вас купить. З-82. 82-я. 82-я. Есть X-8, есть Z-51. Ну, вот так прокатился по велорынку. Немного, не везде, конечно, чуть-чуть еду дальше. Вот печки продают. Скажите, пожалуйста, А сколько стоит эта маленькая печка? 180, да? А большая? Ну, средняя вот эта вот. Средняя, 250, самая большая печка. Ага. Вот 180 и 250. Тут рыбалка, охота, лодки, приманки, крючки, фонарики, ножи, бинокли, сетки, палатки, обувь, одежда специальная. Все, что хочешь есть. А лодок сколько? Метро Героя Труда. Вот это рынок называется Аракс. Радиорынок, куда я приезжаю за радиозапчастями. Его реконструировали и переназвали. Его называют сейчас Солли. Солли радиорынок. Въезжаю. Вот здесь был Аракс. Его развалили почти полностью. Все, что от него осталось. Теперь сделали Солли. Купился на рынке, купил DC-DC преобразователи, вот такие 3-амперные, понижающие. И провод для своих самоделок. этот район называется Салтовка. Ну, Салтовка очень большая, много микрорайонов. Это один из них. Еще называют Салтовка Героя Труда. Памятная стела. Написано, что этот памятник заложен в честь 325-летия города Харькова. Утес на повороте. Летом, наверное, тут красиво. Места для рыбалки. Тут люди шашлычок, наверное, делали. Красивое тут место. Лес, озеро. И вот какой-то такой полоса препятствия через речку со страховками. А это, наверное, тут еще по этому трусу, наверное, распускаются вниз. А тут пешком проходят препятствия. Палки, покрышки. Там вообще веревки какие-то подвесные. Конечно, ощущения, наверное, интересные. Что-то оно тут немножко уже подрассыпалось. Ремонтировать пора. Это такой остров. Здесь множество мест для отдыха. Наверное, летом тут вообще классно. Кстати, этот городок делали к Евро-2012. Интересное место. Дон Кихот на лошади и сзади мельница. И знак перечеркнута. Нельзя Дон Кихота отсюда, чтобы не сломали мельницу. Можно сказать зимний пляж. с вышкой, с грибочками. Центральный парк культуры и отдыха. Смотрите, как на зиму здесь укрыли растения, деревья, чтобы не замерзли. Это парк Горького. Дети балансируют на заборе. Вот такая еще картина. Девочка с мальчиком книжку читают. Катапульта. Вот такой катапульта запускают в небо. У меня есть даже видео есть, как мой сын на такой катапульте слетал. выпускает птичку. Один олень. Собака с черепашкой. Черепахе явно это не нравится. В парке очень много аттракционов и он называется европейского уровня. Чуть ли не Дисней. ему до Диснея далеко. Но парк очень большой. Впереди Харьковская подвесная дорога. Приближаюсь еще к одному месту. Тут спуск надо быть аккуратным. Еще пока вода бежит. Гелелянную церковь тут построили. Но нам дальше. все приезжают воду набирать. Называется родник Харьков-1. Тут лестница. Где-то должен быть и спуск. прекрасно здесь есть спуск плавный. Тут есть люди которые купаются. Вода здесь от 3 до 10 градусов в зависимости от времени года. вот товарищи едят даже не смотрят. Ну как оно? Нормально. Привыкший уже? Как всегда. Привыкший уже, да? Да. Здорово. Парень будет дрон запускать в Mavic Air. Mavic Air. Да, тут специально сделали раздевалку чтобы можно было переодеться. Детская площадка. Вообще облагородили здесь крепко. Тут женщины купаются, мужчины. Хорошее место отдыха. здесь воду набирает. Это место называется Саржиньяр. Утки здесь гуляют, их подкармливают хлебушками вижу. Интересно, плавает рыба. А что это за рыба не знаете? Форель. Форель? Здорово. А это платная такая рыбалка, да? Да, порыбачил, они распотрошили, он пришел к задам. То есть специально запустили, да, для того, чтобы здорово. Здорово. споймай форель называется. Сам для себя. Ну, не бесплатно. Ух ты! Споймал ее. Помощник пробежал. Помощник пробежал. Красивое тут место, но еще дальше будет облагораживаться, дорожки размечают, будут дальше делать, так что вот такой красивый парк будет продлен дальше туда. Харьку, как считается основателем города Харькова. Заснован Харькова с нагоды 350 речи места. Церетели сделал. Ничего себе. Отлит в Санкт-Петербурге на заводе Манумен Скульптура. Вот этот огромный комплекс из нескольких зданий, хотя это считается как бы одно здание, называется здание Газпрома. Это здание цельнолитое из бетона. Ну так я знаю. И самое интересное, что оно стояло еще во время Второй мировой и уцелело, потому что разбомбить такое здание цельнолитое не удалось. На этом месте стоял памятник Ленину, который показывал рукой на то здание. После Ленина пада тут пустое место. Зато вот стоит я так понимаю масленица, которую будут сжигать. Какие-то подпалы кладут с баночками. Кстати, это самая большая площадь Европы в городе Харьков. Каток. Холодильники стоят. шашлыки, кебаб на тандыре и Глинтвейн. А тут готовят концерт. Ух ты! Это парк Шевченко. Это парк Шевченко. Но не того, который футболист. А Тараса Григорьевича Шевченко. Вот памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. А вот это вокруг его это скульптура из его произведений. Проходит 50-е параллель. Через город Харьков. Харьковский оперный театр. Фонтаны сейчас не работают. А с этой стороны зеркальная струя. Зеркальная струя или арка победы еще называется. фонтан. А там фонтан замерзший. Там сверху бежит водичка. И здесь замерзает вода в виде таких сосулек. Но она может и отрываться и падать. Сейчас плюс восемь, плюс десять наверно. Но здесь специально каркас для этого сделан. и подсветка есть. И вечером очень красиво это выглядит. Последняя достопримечательность это еще одна площадь и исторический музей. Здание музея покрыли вот таким стеклянным куполом. вот английский танк. Редкость страшная. Ну три четверка. Несколько пушек разных. Все накатался еду домой. это что-то новенькое. я такого еще у нас не видел. Здесь была выкопана яма и ну ремонт дороги. И вот залили. Просто не закатали асфальт ничего. Просто залили. все я приехал домой велосипед даже помыл мойки покатался сделал полезные дела проехал 60 километров это лучше чем пролежать на диване. И удовольствие получил и зарядку. Ну все ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok